Вот так фехтуют дилетанты. Неуверенно держат кинжал и совсем не следят за защитой. А это уже фехтовальщицы с небольшим стажем. Знакомьтесь, Ирина и Варвара Кузнецовы. Они однофамильцы. У обеих большая тяга к этому удивительному спортивному искусству. А недавно школьницы вернулись с наградами с чемпионата России по современному мячевому бою. Я занимаюсь всего полгода и мой расчет был на то, что я думала, что я ничего там не займу, потому что в действительности я думала, что соперники окажутся сильнее, что у них больше опыта и что там в европейской части России учат лучше. Я думала, что уровень подготовки соперников будет выше. На самом деле соперницы были куда больше и крупнее меня, поэтому мне было тяжеловато, но я старалась не обращать на это внимания. Чтобы попасть в клуб «Адамант», кроме справки от врача, желающим нужны две руки, две ноги и большое стремление. Шутит его руководитель Андрей Турукин. Объединение существует всего три года. Начинали с десяти учеников. Сейчас поклонников фехтования в разы больше. Более того, многие становятся победителями состязаний разного уровня. Порядка 12 или 13 медалистов мы сбились со счета уже. Мы занимаемся профессионально историческим фехтованием. Это дуэльное фехтование, хема. В основном это имитация воспроизведения фехтовальных техник XVI-XVII веков. И современный мечевой бой – это опять-таки имитация средневекового боя, но с использованием современных материалов. Это защитное снаряжение – шлем, жилет, наручи, поножи и спортмеч. Фехтование придает спортсменам уверенность в себе и хорошую физическую форму, поскольку тренировки развивают практически все группы мышц. А самое главное – такой спорт заставляет человека думать. Не зря его называют шахматами в движении. Если не просчитать несколько ходов вперед, соперник сможет победить. Сейчас юные спортсмены готовятся к очередному испытанию. В конце марта они отправятся в Минск на чемпионат мира. Ангарчане будут выступать в составе сборной России. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.